На улице Краснореченской женщина и двое мужчин устроили погром в стоматологии, требуя крупную сумму. Они повредили оборудование и медикаменты стоимостью треть миллиона и даже травмировали посетителя. Явным организатором беспорядка была дама, которая хотела, чтобы директор отдал ей 200 тысяч рублей. Как рассказала сотрудница организации, вели гости себя очень дерзко и диалога не желали. Персонал клиники пытался призвать визитеров к порядку, но те ничего не хотели слушать. У пациента целый рот инструментов, но их это не смутило. Они, наоборот, стали кричать, громить. Женщина взяла стул, кинула в медицинское оборудование. Мужчина стал угрожать посетителю, говоря ему о том, что я тебе сейчас порежу. Нападавшие не только помешали работе клиники и повредили имущество, но и устроили рукоприкладство. Женщина хватала сотрудницу, а ее напарник бросался на сына пациента, который тоже был внутри и пытался урезонить дебоширов. За это он поплатился. Один из нападавших ударил его каким-то острым предметом по подбородку и оставил заметный порез. Оказались повреждены стоматологическая установка, емкости с дорогостоящими препаратами и даже одна из видеокамер. Директор стоматологии рассказал, что знает даму, устроившую беспорядок. Он познакомился с ней около шести лет назад на съемках фильма. Их не связывали ни интимные, ни дружеские отношения. Общались они редко. По его словам, горожанка всегда вела себя дерзко. Такой у нее характер. Генеральный директор не занимал у нее никаких денежных средств. Причины, по которым они ворвались сюда и производили весь этот погром, нам также неизвестны. Более того, если бы у женщины были какие-то требования финансового характера, то она имеет полное право действовать в рамках правового поля. Сотрудники стоматологии и порезанный мужчина обратились в полицию и сообщили о налете. Заявление в работе. Со слов заявителей, неизвестные лица повредили имущество медицинской организации, а также причинили телесные повреждения одному из посетителей. Сотрудники второго городского отдела полиции по данному факту проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. Результатом проверки может стать возбуждение уголовного дела за хулиганство либо умышленное повреждение имущества. С места происшествия Анастасия Манина и Андрей Ауферов.